Всем привет! Это американские гераджеты из 60-х. Реактивные патроны, безгильзовые. Тут нет никакой гильзы отдельно. Вот в этом цилиндре внутри был порох. Из донышка, вы видите, тут капсуль и три отверстия, три сопла. Из них выходили пороховые газы. Они немножко под углом, так что он закручивался и летел вперед по реактивному принципу, как ракета. В этом гераджете, соответственно, три отверстия в форме щелей. Вот в этом два отверстия, в этом четыре. И чем отверстие было больше, тем он был более устойчивым в полете. А вот этот гераджет разобран. Мы можем заглянуть внутрь. Там был порох. Он достаточно толстостенный, стальной, иначе бы его просто разорвало. Ну и плюс он должен был сколько-то весить, чтобы вообще куда-либо улететь. А в этой детали, соответственно, капсуль. И эти отверстия с внутренней стороны более маленькие по диаметру, чем с наружней. Ну а капсуль сконструирован каким-то таким образом, чтобы его не выбило наружу пороховыми газами. Давайте для сравнения поставим рядом патрон 9х19. Вот этот вот гераджет по диаметру 12,6 мм. Он весит без пороха 13,85 грамма. Вот эти вот гераджеты 13-миллиметровые. Вот этот вот без пороха весит 15,73 грамма. Но были и другие. Вот, например, фотографии из интернета с разными разновидностями. Самым распространенным оружием был 13-миллиметровый ракетный пистолет, полуавтоматический, и карабин. Эти гераджеты имели как плюсы, так и минусы. Плюсом была относительная бесшумность. Он просто шипел при выстреле. Также условно плюсом или отличительной особенностью этих патронов является то, что при выстреле нет отдачи. Ну или практически нет. Я слышал, что эта концепция рассматривалась в те годы для возможного применения в космосе. Потому что если в невесомости будет отдача, то стрелок, по всей видимости, будет улетать в противоположном направлении, пока его что-нибудь там не остановят. А вот минусы были существеннее. Во-первых, огромный поперечник рассеивания на 100 метров, порядка от 2 до 3 метров. Во-вторых, гераджет постепенно набирал скорость. Сразу после вылета скорость была где-то 30 метров в секунду. То есть при выстреле в упор или просто с близкого расстояния он бы не причинил вреда и изменил бы траекторию после попадания. Улетел бы в любую другую сторону. Может быть даже в стреляющего. Но через какое-то количество метров скорость гераджета уже была сопоставима со скоростью пистолетной пули. Вот этот красный, это сигнальный гераджет. Они применялись с битыми американскими летчиками во время войны во Вьетнаме. Пишут, что такая конструкция была более выигрышной по сравнению с обычными сигнальными патронами. Потому что это поступательное движение вверх, ракетное движение, обеспечивало лучшее прохождение через густые листья джунглей. Они отстреливались из таких вот ракетниц. На сигнальном патроне есть вот такая вот надпись. У него не магнитится вот эта часть, а магнитится вот эта часть. А посередине, ну, легкие магнитные свойства, может быть, в силу того, что вот эта часть магнитится. Вообще, вот этот корпус, мне кажется, он из алюминия. Скажу вам честно, я не знаю, каким образом он загорался. Ведь при стрельбе обычными сигнальными патронами вылетает уже горящая звездка. А тут после выстрела вся эта штуковина летит вверх. Вероятно, внутри происходили какие-то процессы, которые поджигали звездку на каком-то этапе полета. Эти гираджеты – это уже пережиток прошлого. Иногда на ганброкере продают эти пистолеты. Они очень дорогие. Даже один патрон может стоить от 50 до 100 долларов. Снизу под видео я добавлю ссылку на стрельбу этими патронами. Там ровно одна минута в замедленной съемке. Может быть, кому-то будет интересно. Ну и ссылку на стрельбу сигнальным гираджетом тоже. Всем спасибо за просмотр. Удачи!